Как всем нам известно, объявлена рекомендованная розничная цена на PS Vita. Модель с Wi-Fi, которая считается базовой, рекомендована в районе 12 тысяч рублей. Модель, которая Wi-Fi плюс 3G, 15 тысяч рублей. Это больше, чем в Штатах, это понятно. Это дороже, чем в Европе, что, в общем-то, неудивительно с учетом слабого евро. И приблизительно равно Англии, где фунт, в общем, самой сильной валютой по-прежнему остается из всех перечисленных. Я понимаю, почему это произошло, на самом деле, и, в общем, всем это хорошо понятно. Потому что есть таможенные пошлины, навоз электроники, есть там куча всего-всего-всего. То есть ценообразование понять можно, непонятно только, кто это будет в итоге покупать. Идеологически PS Vita это, как это сказать, игроцентричное устройство. То есть Sony везде говорит и публично об этом пишет, что здесь у нас только игры. Но в то же время в Vita зашито куча всего. Там есть браузер, там есть Foursquare, Facebook. У меня есть одно подозрение страшное, что Sony не очень знает, чего она вообще хочет от Vita, во-первых. И, во-вторых, она не знает, чего хочет потребитель сейчас. И она пытается угодить максимальному количеству людей. Обычно из этого не получается ничего хорошего, потому что, когда пытаешься угодить всем, не угождаешь в итоге никому. Я читал рецензии на PS Vita некоторых уважаемых источников. И они, значит, говорят такую вещь, что Vita хочет конкурировать не только с портативными приставками, что было бы довольно безболезненно, потому что других нет. Она хочет конкурировать с айфонами, с айподами. И Sony пытается, ну скажем так, сразу в нескольких направлениях раскидывать свои там щупальца. Что из них сработает, вот она будет смотреть и в том направлении двигаться дальше. Но тут вопрос в другом. Давайте сравним с ценой на смартфон. Приличный смартфон, на котором можно играть, там на Android или тем более на iOS, он как раз начинается примерно с этих денег, 20-25 тысяч рублей. Но телефон, помимо того, что игры, он умеет звонить, он может делать кучу там всего, в него какие-то навигационные системы зашиты и так далее. Некоторое время назад Sony объявила о квартальных убытках в какие-то безумные деньги, там порядка 2 миллиардов долларов. И, в общем, Vita для нее сейчас, как это называется, большая ставка Big Gamble, потому что если она провалится, то следующей приставки от Sony может уже не быть. Первые тревожные сигналы пришли к нам из Японии. Vita стартовала там в ноябре, кажется, в конце ноября прошлого года, и с тех пор сдает, сдает и сдает позиции. Сейчас она продается хуже, чем все, на самом деле. Она на последнем месте среди вот относительно нового железа по продажам. Это не будем друг друга обмануть, это реально тревожный сигнал, потому что это в точности повторяется ситуация с 3DS, но только 3DS продавалась немножко лучше на этом этапе. Рекомендованная цена, о которой мы говорили чуть раньше, нужно помнить, что ключевое слово здесь рекомендованное, то есть на самом-то деле приставка будет в магазинах дороже, чем вот эти 12-15 тысяч, соответственно. Вопрос в том, насколько это адекватно, он открыт, потому что смотря кого мы хотим заманить в эти сети. Понятно, что за 15 тысяч можно купить компьютер, который будет тянуть Крузис, там, довольно в неплохом качестве. Тут еще удивительная история, что Vita на старте будет стоить больше, чем стоит сейчас PlayStation 3 в бандле с не самыми последними играми. Если речь идет о каком-то премиум-гэджете, то, ну окей, это имеет право на существование, но как массовая большая приставка, мне кажется, что Vita в этом смысле ждет судьба Nintendo 3DS. То есть Sony помучается с низкими продажами, потом наконец-то снизит цену в два раза, тогда все скажут «Ура!» там, да, и все купят. Другой вопрос, что Vita не станет новым Vokman, это совершенно точно. У нее не будет достаточно массовой зоны распространения, и даже не только Vokman, она не станет новым iPhone. Но то, что ее будут покупать, то, что у нее сложится определенный культ, это совершенно точно. Я в этом ни на секунду не сомневаюсь. Я даже думаю, что она в этом качестве войдет в историю, как последняя дорогая приставка, предназначена исключительно для игр.